всем привет дорогие мои с вами конного аня проект фаберлик онлайн сижу с сырой головой потому что хочу немножечко поговорить с вами о наших новых шампунях очень классные шампуньки вот эти вот крапивный и алоэ но они немножко позже все-таки у нас с вами появились новинки и появился такой вот классный крем зима это крем для лица который ухаживает за кожей лица зимой при воздействии ухода ветра и резких перепадов температур уменьшает шелушение неприятные ощущения от мороза дарит комфорт здоровый вид смягчат кожу способствует улучшению цвета лица не закупоривает поры и позволяет коже дышать может использоваться как от снова под макияж я как раз сегодня на рынок и как вы видите у меня есть куча недостатков откуда они взялись а у меня начал появляться белые седые грубые волосы и я сделала электродепиляцию в тех местах где их слишком много но еще хочу вот на щеках сделать но пока на щеках не так видно вот эти грубые волосы поэтому захотелось мне вот этот крем протестировать как основы под макияж посмотреть будет не будет все скатываться все ли будет хорошо вот и посмотреть как ляжет тональный крем консилер и так далее сижу я в новой нашей водолазке от faberlic очень очень мне нравится кожа у меня очень сильно раздраженная конечно мазла и малофтелином и всем слушайте вот тот слой который я нанесла мне даже кажется как будто и маловато давайте еще чуть-чуть возьмем особенно вот тут пошли коросточки чуть-чуть по массажным линиям все разогнать морщинку на лбу раскладить очень классный крем очень такой шелковистый очень быстро его скушала кожа что захотелось добавить быстро впитывается буквально вот мгновенно мгновенно впитывается очень хорошо и что мне больше всего понравилось в нем это очень приятно вот этот вот аромат поле зимки вишни то ли какой-то фруктовые ну я прям кайфую с него реально очень приятный новинок будет много впитывается хорошо ну по идее крема нужно дать 15 минут поработать потом любой в принципе основе 5 15 минут поработать поэтому вернусь к вам через 15 минут пока ставлю видео на паузу так ну что ж впиталась отлично ничего не скатывается да как снова под макияж холодное время года у нас как раз киры минус 10 представляете минус 10 похлотала очень резко сегодня мы собираемся пешочком прогуляться поэтому я заказала себе два стойких тональных средства потому что не очень хочется пачкать шубу одно средство идет артикул 6377 давайте с вами его посмотрим вот такое вот стойкое вот такой вот он очень светленький классненький он хорошо наносится в принципе его мне хватит заказываю два тона потому что он мне слегка светловать и я их люблю смешивать и досмешивала до того что у меня он начал заканчиваться и второй 6661 делает кожу визуально более гладкой и светящейся а активный ингредиент масло австралийского чайного дерева успокаивает кожу уменьшает покраснение вот сейчас хочу их смешать говорят очень хорошо помогает он слегка идет такой более натуральный более потемнее и его я буду наносить на проблемные зоны поэтому у меня сегодня таким образом сумме есть тональный крем тоже стойкий стей айдей тот же самый 63 76 вот он такой вот более-менее желтовато темноватый поэтому я их перемешаю все вместе и аккуратненько аккуратненько нанесу двумя кисточками кисточки у меня постиранные поэтому начнем с вами значит этот очень такой красивый оттеночек который идет для воспаленной кожи я не хочу обижать сейчас свою кожу но защищать ее все таки нужно на сейчас у меня более-менее такая обезбоженная что тут простуда вскочила поэтому я таким образом ее покрою пусть будет так и 2 я сейчас возьму кое-что так 2 оттенок я конечно же смешиваю потому что он год слишком светлый их в принципе можно перемешать второй оттенок я буду наносить сейчас загнул мне очень нравится эффект потому что он не марает сотовый телефон что очень важно и очень хорошо смешивается с противовоспалительным потому что пока не противовоспалительный к сожалению не могу себе позволить перемешивается вот этот более такой розоватый он мой прямо мой прямой плюс у меня такой есть розоватый оттеночек кожи этот более холодный но я его наношу сюда крем же кстати для век тоже нанесла поэтому веки не сушу стойким средством веки стараюсь не сушить тоже наносить на крем для век клава сырая вот статочки наберу на старый спонжик и по-хорошему проработаю чтобы не было у меня никаких пятнышек тут еще конечно надо вот консилером немножко поработать но как вы видите вот этот вот противовоспалительный он в принципе хорошо работает а за счет того что я промакиваю сухим спонжем в принципе излишки уходит в спонж и макияж получается стойкий и натуральный заканчивать буду средствами из прошлого обзора все-таки хочется нормально выглядеть поэтому вот такой вот классный консилер суперский очень стойкий цвет тоже мой мой прямой прям великолепный он кстати замерзает и перестает блестеть абсолютно матовый называется фест-класс у него очень крутая стойкость и очень крутая плотность то есть это очень плотный артикул 6343 вот приведу себя в порядок видите через чур он конечно крутой его может быть на коросточках видно поэтому все равно пудрой буду фиксировать не но убралась очень даже идеально боюсь как бы у меня конечно шрамов не осталось но кто вам расскажу сделала одну процедуру мне сказали надо делать много раз и на канале телеграм то же самое девочки написали мы все тут чуть-чуть синячки и под убрать немножко на канале написали девочки что делаю долго посмотрим 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 так и моя любимая пудра 6349 я ее просто на нашу по центру и на глаза и тихонечко закреплю вот это свое чудо ну как вы видите перекрывает отлично но какие-то прям сильные мощное покраснение это конечно фест-класс с его плотностью фест-класс почему-то он не подчеркивает шелушение но может забиться в поры поэтому этот консилер он конечно не для пор он именно идет по для этой зоны тут можно нанести и сюда вот нанести это если нет морщинок вот мы и 39 я с утра просыпаюсь уже начали появляться вот тут морщинки поэтому я сначала делаю патчи айсэул розовенькие или океанум но если у меня кажется даже лучше и когда мне уже все разглаживается я тогда только наношу вот таким образом думаю все равно надо протестировать это все на руке на руке на лице думаю будет более наглядно далее обещала показать пудру ну тут палетка вообще полностью вся палетка чем она мне нравится тем что тут все есть по идее ей даже можно сделать макияж что тоже в суперских начале я конечно же беру бронзер и скульптор мне макияж суперский там какой-то тяжелый не нужен поэтому я делаю легонечко для моей светлой кожи он нормальный для брюнеток он может рыжить подбородочек слегка тоже уменьшаю но вот эти вот не здесь стараюсь не задевать как бы то что мне не нужно стараюсь не задевать а вот слегка 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 ну и обязательно румяна румяна тут тоже очень классный такой цвет оттеночек прям шикарный мне очень нравится вот эти нежные румяна я их на нашло не на яблочке а чуть чуть выше и наношу слегка на глаз по идее я иногда этой палеткой делаю затемнение подкрашиваю реснички но сегодня у меня я еще заказала рефрейшер тени и два оттенка теней которые у меня закончились поэтому будем с вами смотреть ну по идее вот эта палетка для меня вот если она мне есть я могу полностью есть сделать такой знаете легкий суперский макияж который мне очень понравится и больше его не нужно так заказала я себе два таких оттеночка вот они поштучные идут это у нас идут моно тени 58 34 а это идут моно тени 58 33 заказала двое почему во первых у меня светлые оттенки быстрее уходят во вторых у меня вот есть такие бесхозные тени двое штук которые не вошли в рефил палетка рефил для моно теней с аппликатором такая вот она классная и эти тени у меня не входят а цвета очень красивая вот это у нас идет про satin 58 46 такие вот суперские тени давайте я вам сделаю скотч потому что я сейчас вставлю и забуду артикул вот я прям их очень люблю очень красивый цвет видите такой блестящий так вот поблескивает шикарно за это значит у нас 58 46 и вот такие вот обычные угольные черной тени с блестками 58 53 хороший у них пигментации все у них хорошо хорошая растушевочка идет и смотрятся они шикарно на веках вот этих блесток их к сожалению так вот особо не видно я сегодня конечно этими тенями не буду краситься и значит вот это вот палетка рефил с артикулом 58 44 мы ее открываем тут есть обычная такая вот губка и в основном тут вы открываете вставляете тени которые вам нужно как раз таки таким вот образом вводите вы можете заказать любой абсолютно любой оттенок теней четыре штучки и поместить их палетку закрепить таким образом еще осталось последний вставить у меня просто две таких есть и вот третья как бы получается третью мне не было чтобы собрать все до единого оттенки которые мне нужны и мне было неудобно а сейчас я могу собрать все таким вот образом собрала мне удобно сеть как классно все артикул я уже типа не знаю я все перепутала значит вставляю так секунду вниз руки я не левша я правша давляю таким вот образом до щелчка и у меня готова целая палетка очень красивые оттеночки этот светленький этот более-менее с желтинкой с такой этот наоборот блестящий с серинкой а этот совсем черный вот такая вот палета получается и она действительно стоящие видно меня на на палетка действительно стоящие собралась и я буду делать с ним макияж получается ну макияж бровей тут кстати не сделаешь очень неудобно макияж брови не сделаешь тени блестящие конечно будет не очень красиво а это я уже выкину и у меня все будет в порядке это я наверное месяца три или четыре назад пыталась прибраться и до сих пор не могу прибраться что я делаю смотрите от кисть для растушевки теней девятьсот десять сто тридцать четыре я еще кисточки себе заказала вот начинаю их распаковывать девятьсот десять сто тридцать четыре вот этим я практически не пользуюсь я беру сначала светлый оттеночек и сначала делаю как бы небольшую основу под макияж получается таким образом это прям видите мой прямой оттенок вот мне нравятся такие вот оттеночки приятные где-то что-то затянуть далее я прокладываю этой же себе дорожку вверх что очень удобно такие вот рыжие теплые оттенки видите как классно смотрится водолазка фаберлик не хочу ее снимать у меня столько вещей а я все хожу в этой водолазке яркая легкая мягкая суперская причем вот этот оттенок он смотрится в живую спокойнее и вот я на него в живую смотрю он спокойнее а на веках он расцветает и становится таким ярким рыжиком что мне очень нравится так остаточки теней сюда и когда мы с вами несколько оттенков создаем вот этот палитру теней то взгляд получается довольно так и приятный и выразительный тут у меня вечно подводки мои мешают потом я уже беру вот этот серый оттеночек он более-менее блестящий мне кажется что это будет очень красиво сочетаться и накладываю уже и все в принципе дневной макияж готов притаптывающими движениями кисточкой вы видите что я не машу ей туда-сюда потому что тени могут осыпаться а я уже сделала макияж поэтому я набираю по-хорошему прямо вот так вот набираю постараюсь не отряхивать кисточку и начинаю накладывать чтобы у меня не осыпалась потому что любые тени они в принципе осыпаются и чтоб они не осыпались нужно просто кисточкой не махать как у меня девушка знакомая говорит я красилась как ты красишься и у меня говорит все под веком я говорю слушай как так ты потом но она в кирове живет она ко мне пришла в гости игры ну-ка давай игры с тобой пробовать что-то там делаешь не так нашли этот тон нашли эту палетку нашли тон и я ее накрасила наград как так почему ничего под глазами нет я говорю руки растущие кое-куда а такой откуда вернее самая распространенная мутация на планете земля да потом если мне кажется что высоковато многовато отряхиваю кисть эту же самую и немножко подправляю вот тут вот светленький ну бывает иногда перебор вот и если захочется в самый самый уголочек уже черненький и черненький уже год смотреться более аккуратно давайте с вами попробуем ну скажешь куда накрасилась на рынок вы представляете ни разу не было на кировском рынке я была там только в детстве а в абхазию ходила на рынок в абхазии и я прям не могу как мне понравилось на рынке в абхазии и я хочу сходить на наш рынок там есть отдел с фермерами наши вику со сказали что нам нельзя на коровьем молоке нам нельзя сыр и сказали что можно на козе или на овечьем а мы сходили купили на овечьем в магазине у нас есть магазин макси там много что есть и вика забраковала кушать не стало мы попробовали и нам до такой степени не понравилось вообще я прям выплюнул этот овечь сыр понятно как ребенок будет есть если даже взрослый выплюнул согласно со мной в итоге мы решили съездить сегодня на рынок потому что наша вика так любит сыр а можно только козий или овечьей а найти к сожалению фермеров вот так вот быстро нам неделю назад этот протокол далее к сожалению быстро найти мы не смогли вот фермеров чтобы они взяли нам и предоставили сыр оказывается фермеры сейчас в наше время это очень редкий экспонат очень ценные экспонаты их еще не найти вот мы быстро нашли куриное мясо у фермеров тоже как вот мы узнаем как они кормили там и так далее в общем сложный вообще вопрос вот сложный сложный вопрос который меня сейчас мучает на данный момент века вытрепается топает кричит пищит требует обычной еды и запретили все крупы даже гречневую все каши даже овсяную такой вот строгий протокол питания ну зато разрешили много фруктов даже банан разрешили хотя до этого бананы запрещали ну там у них разные такие протоколы питания вот мы сейчас поедем на рынок в надежде что-то найти какой-то фермерский продукт найти кошечки ты мой как устала от этого вот но это только начало 9 лет развития встала опять таки не можем найти что к чему водили вику крайнему терапевту он сказал что угода бы на три пораньше что он может от нас отказаться ну вот надеемся что вдруг он что-то сможет сделать будем надеяться и что умирает после я поняла что мне не хватает мне не хватает помады а макияж сделала но как будто в ночной клуб пошла не люблю яркие как будто на сцену как будто на сцену за чеком пошла так ну осталось тушь с помадой мне еще тут остатки нарощенных ресниц поэтому я тушью пока мало пользуюсь ну чуть-чуть наношу тушь как обычно 58 55 на данный момент потому что что она какая-то знаете нескончаемая это тушь я уже замучилась у меня уже три новинки от компании faberlic надо попробовать покраситься а я еще всю эту и скрасить не могу она не заканчивается вот что значит накладные ресницы но я приняла решение вообще больше ресницы не наращивать faberlic начали продаваться ресницы и на мероприятие в принципе я научилась реснички клеить и все у меня вот хорошо вот смотрите разница в ресницах я думаю заметно еще классная тушь обожаю ее потому что быстро легко и она не склеивает ресницы эти ровненько в рядочек если где-то что-то склеила можно расклеить шикарно вот так вот на камеру это уже видно разницу как бы прямо вот мне вот знаете что повезло у меня реально густые ресницы они у меня пусть короткие но густые кстати мастера по наращиванию ресничек жалуются что долго приходится наращивать ну что ресниц слишком много ну согласна зато есть что накрасить ну и у нас появились два шампуня скажу честно попробовала я только крапивный шампунь шампунь с алоэ вера я вам покажу что он есть но к сожалению сниму только следующий обзор обалденный аромат такой зеленой травки классная артикул 2915 большой объем 380 малое у алоэ он густой видите пузырек как бы такой густоватый очень даже ничего давайте я на крышечку вот крема зима кстати сегодня вот этот крем зима наносила ну вот столько уходит на все тело за один раз очень нравится прям обожаю его 2868 сейчас капну на крышечку чтобы вы поняли консистенцию наклоню и вы увидите как он бежит еле 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 аромат очень приятнейший у этого шампуня буду пробовать следующий раз в этот раз я попробовала именно крапивный шампунь он у нас идет в каталоге 17 2022 на предпоследней страничке их тут две штуки они идут с 50 процентной скидкой алоэ это восстановление а крапивный это укрепление указано вот столько на мои волосы два раза помыть столько вот шампуня ушло полная версия полная версия и вот я воспользовалась шампунем он такой же по густоте как и алоэ крапивный запахи у них кардинально отличаются когда же вам описать запах мне не понравился у крапивного он пахнет какими-то вениками баней катюша моя говорит это ужасно вкусно я не люблю в баню я не хожу в баню я не люблю париться я не люблю веники и меня это все раздражает у меня муж до такой степени любит баню губы не накрасила давайте я вам прям не могу на себя смотреть когда образ не закончен так помаду скажу 40 787 и конечно же вот этот запах горькая сушеная трава ну да вот это вот крапива хотя суп из крапивы я люблю что он делает крапива это жгучие чудо природы призваны укреплять и наделять волосы силой обогащенная полезными микроэлементами и хлорофилом она неустанно работает для красоты ваших волос оздоравливая и укрепляя их день с днем шампунь с листьями молодой сибирской крапивы бережно очищает питая волосы почти для меня и предотвращает ломкость и выпадение придает здоровый блеск и делает их шелковистыми но я могу сказать что волосы прям рассыпчатые но я их еще феном как бы не сушила волосы рассыпчатые пышные легкие не утяжеленные ничего хотя я не только шампунем мыла но еще мыла бальзамом бальзамом мыла по той простой причине что этот шампунь он какой-то я не знаю музыкальный что ли он скрипит вот я первый раз голову помыла волосы так начали поскрипывать я вот так провожу и они начали поскрипывать я реально пожалела что свою камеру ванну не взяла когда я начала их мыть второй раз и смывать они просто стали музыкальными они скрипели но вот вы знаете есть шампунь и беси где волосы аж скрипят после них но они как гнездо не прочесываются не расчесываются нужно сделать несколько масок нанести несколько там не смываемых бальзамов уходов все это дело утяжеляет чтобы их расчесать тут такого нет это прям шикарные волосы ухоженные приятные хорошенькие волосы поэтому крапивный шампунь по действию по мере очищения по всему я похвалю запах действительно он сносный я не люблю такие запахи но он мне не противен он меня не раздражает я не буду нормально мыться хотя не очень довольна запахом алоэ мне очень понравился он вкусненький такой зелененький аромат что еще хочется сказать конечно же сразу захотелось после этого шампуня нанести бальзам я нанесла бальзам серии блонд тайка мне понравилось таким шампунем я мою голову вот как раз его заказала артикул 2710 он тоже входит в обзор таким шампунем я мою голову примерно раз в неделю тоже два раза замачиваю на три минуты это шампунь для нейтрализации желтизны после него я уже помыла голову да то есть вот классно да видите никакой желтизны нет даже на фиолетовом тоне вот это вот шикарно просто шикарно обожаю просто этот шампунь и в принципе нормально сочетается вот этот шампунь делают волосы после помывки менее грубыми и менее сухими чем вот этот крапивный таким образом но я не скажу что крапивный делать волосы ломкими тоже и я заказала пару штучек тоже уж пусть входит это в этот обзор пару штучек эликсира который укрепляет и восстанавливает секущиеся волосы запаивая их на кончиках поэтому я сегодня поеду 30 мл поэтому нанесу с удовольствием вот этот вот 1897 начнусь крышечка который я вечно теряю он абсолютно новенький я примерно вот столько наношу распределяю по ручкам вот он такой он пахнет сладенько очень вкусненько вообще вся линеечка вот это вот everstrong идет восстанавливающая она мне очень сильно нравится и вот так вот тихонечко начинаю наносить распределять глубину стараюсь на обрубочки стараюсь нанести и он как раз таки убирает вот эту вот пушистость голова срая я немножечко перед обзором вот это место вот подсушила чтобы не было проблем а сейчас просто вот нанесу эту сыворотку и все и хватит на сегодня ничего делать не буду сухой шампунь тоже наносить не буду вот и сейчас расчешу волосы чтобы распределить по всей длине и пусть они с удовольствием досыхают он не придает какого-то грязного вида волоса жирного вида ну они просто сырые не придает грязного жирного вида ничего не придает и очень хорошо ухаживает тем более что мне мой мастер нарастила волосы как вы знаете и вот эти вот спаечки на рощинки которые в голове они не отпадывают от этого тоже очень важно же правильно ухаживать чтобы на рощинке не отвалились не отпали не заколтунились оказывается даже такое может быть если не ухаживать вовремя за волосами в общем все хорошо и получается очень красивый такой вот рассыпчатый видите вот тут где сухие а вот они от маски от шампуня красивой и рассыпчатый мне ужасно они понравились поэтому вот этот крапивный шампунь и алоэ шампунь я прям с при великим удовольствием буду пробовать дальше и конечно же перейду полностью на эти два шампуня для чего для того чтобы быстрее их измыть и быстрее к вам пустых баночках ним прийти ну вот сделали сами сегодня макияж поехала я на рынок искать этот сыр все ищем фермерские яйца все ищем но нашли на очередь нас поставили будем надеяться что скоро до нас очередь дойдет пока просто из магазина берем яйца в общем как видите все хорошо сейчас чуть-чуть подсохнет и поедем пошла мужа будет деть муж меня за соня спит всем пока пока с вами была канонова аня проект faberlic онлайн до встречи с вами в новых видео